Выбрать бухгалтеров или выгонять оставшихся? Кто докладывает вопрос? Галер, бухгалтерам у вас же здесь? Ну как же, ему поручение давало же? Ну, докладывайте. А кто же будет решать? Я стою. Я не знаю, не знал о том совещании, не помню. Ну, это все обсуждали по поводу того, не по поводу бухгалтеров, а... Так, хорошо. По поводу обещаний, по поводу обещаний. Нет, мы обсуждали по поводу сегодня, мы собрались по поводу отделения. И надо просто на совещаниях слушать. В понедельник я говорил по поводу лишних бухгалтеров. Правильно я имею в виду? Наполнитель. 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 Где? Я, я... А, мы за че многие сегодня? А по... Все получили дикт tuous? Б moins первые или нет? Да, да. Там конкретно будут... Все готовы по этому вопросу или нет? Кто не готов по этому вопросу! Разговаривать? Кто не готов по этому вопросу! Кто готов по этому вопросу! Потому что я буду сейчас предждать доклады! Пойдите докладывайте, что вы хотите. Значит, ну у нас возникла проблема с бухгалтерами, то есть директор южного отделения СОУ. Значит, проблема возникла с бухгалтерами на многих отделениях. Не, ну это проблема мы знаем. Как вы собираетесь ее предлагать и решать? Значит, конкретно рассматривая каждое отделение, мы все отвечали. Как вы собираетесь ее решать для всех? Для вашего отделения никто решать ничего не будет. Для всех. Как мы будем ее решать? Значит, я предлагаю ввести третьего бухгалтера. Почему вы так предлагаете? Я о вас не говорю. Я говорю, мы собрались лежать для всех. Ну, говорите для всех. Значит, у бухгалтеров на своем отделении я сделал так. Значит, они работают у меня по полдня, то есть, как и положено, 8 часов. Ну, если надо, там задерживаются. На отделениях, где слишком много работы, я предлагаю ввести третьего бухгалтера. Как определить, самое главное, слишком много или слишком мало работы? Ну, количество платежей проходящих... Да, ничего абсолютно не означает, вдвоем говорить не можем, это что-то малое. Ну, я не могу, извините, если у вас головой проблема. Вы чего? Или вы себя слушаете, или вы если не ориентируетесь, я не знаю, как попали. Мы говорим, что самое главное, и есть проблема. Сколько там считать платежек, как нам решить для всех. Вы готовы говорить, как для всех решить? Говори. Значит, среднее количество платежей, которые может обработать бухгалтер, это 50-70. Это совершенно не показательно, потому что есть мнение о том, что разные бывают вот за жизнь. Одни быстрые, другие, мелкие, там, какие-то. Или, например, как? Да, есть сумма, которая проходит с нас здесь. И как же вопрос решить для всех? Кто знает, как этот вопрос решить для всех? Можно я свободно? Да. И тогда не идите на совещание, если вы не знаете, о чем разговор. Что вы с тобой прикрываете? Ну, почему я знаю? Ну, говорите всем, как решать вопросы. Я предложил свой вариант. Ну, давайте свой, давайте обсуждать его. Какой свой? В зависимости от количества платежей. Это идиоты мне предложили, и это не прошло, поэтому я собрал совещание. И всем написал, да? Ну, что вы, повторяете, что не нормально написали или да? Вот вам оппонирует Ирина Николаевна, говорит, что этого недостаточно. Для решения я даю вопрос. Как решать его? Они справляются? Кто справляется еще? С количеством платежей. Если определить количество платежей необходимых, с которыми можно ставиться бухгалтером, работа идет. Значит, никого не надо добавлять? Лично мне вообще не надо. У меня два бухгалтера. Вы зачем сюда пришли сегодня? Чтобы обсудить общую проблему. Говорите, как ее решать. Значит, каждый должен сказать, нужный бухгалтер или он не нужен. Никогда так не будет. Это что, я буду, сейчас у нас будет 300 отделений, я с каждым идиотом буду говорить, который двух слов сделать не может, или как? Ну и говорите, как всем решать. Вы же директор. Да. Ну, берет, я слушаю. Или говорите с мозгами напряженно это, да? Пусть все слушаются. Нет. Вы это говорите? А что же делать? Я что, за вас должен это решать? Говорите, как решать. Вы же все подготовились? Да. Пожалуйста. Или запишем в личное отдело напряженно. У меня это решение есть, а у вас нет. Давайте. Ну, я настаиваю на своем месте. Значит, вы настаиваете на том, что по количеству платежей будет вводить третьего куда. Да? Да. Вот то, что мы определили в приказе. Там сколько платежей? 600. Как или мы не правильно можем возразить? Ну, что платежи бывают разные. Разные. Какие бывают? Да, давай. Это платежи, которые, у них разные суммы платежей. И они занимают разное количество. И одно дело, когда... Это, например, какие? Ну, например, какие? Ну, иногда сдают выручку. Это тоже платеж, да. И тогда кассир перерабатывает. А сколько про самый небольшой по времени платеж? Нет, я так. Сколько игрокует там nehmen? Мы говорим о бухгалтере. Мы говорим о бухгалтере. Для всех. О бухгалтере? Да, о бухгалтере. Мы говорим о бухгалтере. Мы говорили сейчас о бухгалтере. Конец Евгел confiscателей тут второй раз 1 в два раза. Причём такой раз 1, гол�. Подождите, мы говорим сейчас, а не о вестерсе, мы сейчас и говорим о платежах, о ком мы сейчас говорим, о бухгалтерах, да, для бухгалтера вот эти все операции одинаковые по времени или разные? У бухгалтера несколько есть работы делятся, есть вестернивание, это то, что занимает много времени, на разных отделениях до 20 минут, есть отделения, на которых стоит очередь по вестерну, сейчас идти на водарнице, там очереди. А есть операции, которые занимают 5 минут, 5 минут, где это, в кого есть калькулятор? Если 5 минут он множит на 68 платежей, это сколько получается? 340, сколько это часов? Это 6 часов, а 2 часа будет гулять туда, это 6 часов без труда. Так еще, поэст, 5 часов, я буду гулять. Леонид Михайлович, тут нельзя судить только по платежам у бухгалтера, много другой работы, это письма печатать, готовить отчеты, это информация, где будет очень много времени. То есть 68 платежей вводим нового бухгалтера, расчетного, да? Ну не 68, на мой взгляд, нужно подойти более, так сказать, взвешенно, то есть оценить, какие платежи в средний месяц проходят. Ну если только минимальное время на платеж 5 минут, то 68 платежей, 3 часа. Ну не только операции платежей, это может быть заключение данного урока, спасибо. Можно я туда вывлю? Давай, выходите, садитесь. Вдвоем разговаривайте со мной, это новость. Как это вы у меня проскочили? Привет, двойном разговаривании. Значит, после указания проведены статистические исследования работы бухгалтера за июль месяц, в блокировке, например, по двум направлениям. Значит, по количеству документов и по временным показателям. Например, если взять второе число... Нет, у нас в приказе данного строка написано 68 платежей, новые... Именно, еще раз повторяю, по количеству документов обороты и по временным показателям обработки этих документов. Да. Вот, я только один день возьму, а потом среднестатистические месяцы. 2 июля обработано 126 платежек. Ну это вы хотите... 4 договора. На 126 платежек ушло 120... Ушло на каждый документ 3-5 минут. Договоров депозитных 4, 5-8 минуты на один договор. Значит, отчетов 14. А что за отчет? Это вы их заставляете за себя писать, да? Нет. Бухгалтер живует, начиная от коммунальщиков и заканчивая всеми остальными. Сибипост 4 выплаты были. Вестерн 5 выплат, 10-15 минут на каждый вестерн. Значит, обслужено 15 юридических лиц. Зачем нам это все? Я сейчас скажу, Леонид Миколаев. Я все скажу. На каждое юридическое лицо от 2 до 15 минут. Значит, обслужено 34 физических лица. И на обработку электронной почты, значит, 9 раз туда-сюда до 20 минут. Значит, на выполнение среднего количества операций за среднее время необходимо в общей сложности 18 часов 40 минут. То есть по 920 минут на каждого бухгалтера ежедневно. А кроме того, коммунальщиков рабочего в субботу и воскресенье по 8 часов. Продолжительность рабочего времени каждого бухгалтера в неделю вставляет более 54 часов. Отсюда, соответственно, встает вопрос о том, что эту проблему надо решать. Нет, ну, вы же ее решили приказом. 63 платежа, новый бухгалтер. Да, но временные показатели. Бухгалтер бегает от одного стола к другому. Так что вы хотите предложить? Ну, 63 уже мало, что ли? Или много? Не только 63 надо считать. Надо считать временные показатели, качество документов. У кого более 63 документа в день и нет бухгалтера? Да, но это разные документы. Вестерн это одно, депозит это другое. А прием платежки это три. Хорошо, вы это в справочном режиме доложили. Но что делать не дальше? Значит, определиться среднестатистические данные по времени. Давайте по каждому бухгалтерскому документу определим, сколько нужно времени для его обработки. И тогда введем это в инструкцию. Да, но написать ее придется овал. А не мне. Я же... Я же говорю, что выписали. Во всем случае так оно... Как бы... Вы сообщаете мне, а кто писать-то это будет? Давайте. А у кого сейчас больше 63 документов, и мы не даем донатчик? Есть такие? Один или два? Ну, есть два, но просто режим нашей работы он сам предусмотрел. У кого бухгалтеров? Можно я доложу, почему эти приказы не работают? Да. Потому что я его остановил. Документов или платежей? Это же разные вещи. Документы написаны. Документы. Лицевые считатели. Вот вся проблема в том, что у нас удлиненный рабочий день. Да. Получается... Только у директоров отделения. Но бухгалтераж тоже работает. Бухгалтераж тоже работает. Не надо ее работать. Мы же до 8 работаем. Ну и что? В 8 часов надо работать. Они по графику уже работают. Они по графику работают. Да, но они в целом не работают. Это среднее количество. Просто они там работают 3 дня, 3 дня отдыхают. Ну, 8 часов должно выходить в среднем. Это же не кадр. В день? Не получается. Не, невозможно. Должно было... В 9 приходят, в 9 уходят. Ну, 12 часов. Один и тот же бухгалтер может работать разное количество документов. Конечно. Это зависит от опыта бухгалтера. От того, как он умеет работать. Иногда просят бухгалтера там, 3-го, где может работать один. Так, не носи смысл. Мы же новых бухгалтеров нигде не родимых нет в природе. Мы берем с улицей. Они сами себе берут бухгалтеров. Мы же с улицей набираем ее. У нас на смене один бухгалтер, один. И он обрабатывает параллельно и вестерн, и юридическое лицо, и депозитная вкладка. Это очень... Я отношусь только теперь... И он делает отчеты по коммунальным платежам. Это то, что если нужно взять лишнего человека, я за вас прошу, наберем лишнего человека. Я говорю, надо подойти к тому вопросу объективно. Не что объективно, а объективно. Только объективно. Вот господин Каркушко нам объективно... Ну вот, по рабочему, значит, с 9 до 20, по пятницу, это 11 часов, 5 дней, 55 часов. Ого, невозможно с 9 до 20. Ну, пускай будет... Ну, пускай пока так считают. 9 до 20, мы идем по режиму работы отделения. Значит, с 10 до 18, это 16 часов. Всего получается 71 час. Ничего себе. Если на отделении два бухгалтера, делим на два, ну, там, около часа, получается, по 36 часов. Так они два работают вместе. Чтобы покрыть. И получается, поскольку у бухгалтера 40-часовая рабочая неделя, то один бухгалтер постоянно в отделении стоит, а второй, допустим, отдыхает. То есть они двоем, реально, не присутствуют. Получается, вместо двух на четыре. И, поскольку, по приказу 63 документа должно быть обрабатываться, реально, если средневной оборот 126, то один бухгалтер тащит двойную нагрузку. И получается переработать. Каждый работает за двоих. Я предлагаю, если есть 126 в отделении, то вводить третьего, который будет работать с 9 до 18, в 5 неделю, и будет снимать вот эту перезагрузку. А если 100, например, не вводить? Если меньше 100, то должно определяться. Или директор не должен работать, чтобы перешли. А если можно действительно дать там еще по одному бухгалтеру, ну, Бог сниму. Все равно, что платежей будет больше. Ну, и пусть он там болтается. Будь пока, мы его хоть научим, а? Да. И тем более, вот бухгалтер. Ну, затраты сумасшедшие. Нам же хоть воспитать надо. Еще один, у нас бухгалтер, оставаясь один, он должен произвести все операции. Юридический кризис обслуживать и физика все одновременно. То есть, это должен быть универсал, который все это делает. Я предлагаю вводить третьего бухгалтера при таком документообороте, который будет обслуживать исключительно юридический кризис. С 9 до 18, а остальные будут по 7. Почему именно при таком, а не больше 63? Ну, раз мы приняли решение 63, уже есть приказы, давайте его придерживать. Не, но дело в том, что... Судная точка все равно нужна. Вот тебе сказали, что судные точки. Потому что просчитать для всех отделения, это очень сложно. Это на кучу в голову. На них больше вестерн идет, на тарик меньше идет. Не, но все дело в том, что если у вас будет не 63, а 87, то этот бухгалтер уже будет перерабатывать. Все равно нужно вводить. Ну, все равно. Не, 87 это же не двойная загрузка. Не двойная. Не, равно утром на густую. Ну, утром на густую. Это то, что говорила Ирина Николаевна, совсем разное время занимают разные операции. И если посмотреть, в каком-то отделении работают с физиками и с вестерньюнион, там больше загрузка у бухгалтера, потому что больше времени занимают у него эти операции. Ну, это нельзя прочитать. Подовольство, допустим, одно время, допустим, там две вестерньюнион, одна пластиковая карточка. Не, понимаешь, в чем дело. В другом отделении. Это, кажется, может быть, да, может прийти к тому, что... Надо общее знамена, я считаю, что это самое универсальное. День из 126, вводить третий урок. Определить должен, может быть, бухгалтер, который будет работать с физическими лицами. Ведь здесь бухгалтера тоже загружены. Но так как они разделены, и мозги их не мечутся от Юрика к физикам, может быть, в больших отделениях или в отделениях, где большая нагрузка. А? Это что, поднимается? Взаимозаменяемо. Нет, взаимозаменяемо, да. Но просто в течение дня понимают, чтобы как-то были разделены потоки. Если их разделить, то у нас получится как в центральном банке. Они на депозитах ничего не делают, бездельничают с утра до вечера. Я их там... Нет, чтобы профессионально они были пригодны. Но просто, чтобы, знаете, потоки разделить. А то, когда Юрий... Я что, какое решение принял? Я ничего вообще не понял. Может брать третьего бухгалтера и платить ему три месяца, а не больше, чем 100 долларов. Почему? Потому что он ничего не знает и занимает чужое время. А у нас есть бухгалтера подготовленные? Мы набираем. Нет, нет. Набираем их нету вообще. Да, тогда мы всем добавим по одному идиоту на 100 долларов, да? Или что? Ну, мы тоже нельзя. Новое отделение. Зачем платить? Ну, мы там вообще... Ну, пусть ходят, что смотрят... Мне надо хотя бы очно, потому что постоянно кому-то не хватает, профессионалов. Я категорически против, чтобы на новое отделение ставили новых людей. Почему меня никто не слышит? На старое отделение должны ставить... Почему меня никто не слышит? Так, давайте. На старое отделение вводим новых людей. Что, в конце концов, делать? Давайте, чтобы мы с этим закончили. Ну, вот конкретно, Игорь Николаевич, предложил. Если больше 63 тысячи человек, по третьего вводи. Да, вводи. Есть приказ. Так, это приказ? Приказ не слышал. Значит, третьего вводи. Вы знаете, что один ввода, где их вернули уже сам. Поехали. Ну, это же можно понять, что это по-моему, это не в чём жили. А, они могут понять, что это неправильно. Не распределись, по-моему, кто мне говорит, а это... Правильно, вот он, получается. Трежим бухгалтера тащит 126 документов, если вы делаете. Такой кадр, в воду скину здесь один, два. Таких не получается. Вот по режиму работа. Он объявили, собственно. Он один, до 16 до 400 часов выполняет все операции. Один. А должно быть два. А должно быть два. Он пишет в служебе, и её сняет. Чем он это мотивирует? Почему ему нужен человек? Если у него деление, всё нормально, с ним справляется один человек. Нет. Это должна быть система мотивирования. Мы собираемся здесь, поскольку вы не знаете зачем, да? Мы собираемся здесь только для того, чтобы решать вопросы в целом для банка. Пусть мы даже попадём. Но при громадном банке решать каждый раз вопросы индивидуально, мы забодаемся. И каждого читать отчёт, его эти все аргументы, лучше мы лишнего бухгалтера ведём, чем будем с этим разбираться. Это мы уже проходили. Мы здесь собираемся именно для того, чтобы... И вы там собирались в какой-то воскресенье день. Что вы там решали? Мы решали в поводу печати, которые директоры уезжают сюда. Ну решили вы что-то или нет? А у вас сюжетку написали? А зачем мне сюжетку? Ну решайте. Это у вас и решение. Я нет моего решения. Ну что же вы не решили-то? Стояли, стояли здесь, собирались в субботу. Ну хорошо. Что нам делать по этому аппаратам? Я прилам, мой документ, если 126 в средневной документе... У меня есть приказ? Вводить... Нет, просто строчку... Одну строчку добавить, чтобы при достижении средневного 126 вводить третьего года. Почему 126? А, 26 на 3 умножить на 2 и всё. Зачем? Он что, на двоих должен работать? Ну и так? Нет, ну так давайте... Давайте 100 примем, ну... Нет, ну 63 уже. 63? 63, это на одного. Нормально все? Так, вводим приказ в действие. Нет, приказ, он... Ложа день. 63 на 1 умножить. Значит, нужно определиться по сумме платежей. Я считаю, что загрузка, ну, полтора раза, это ещё куда-нибудь шло. Дело не в сумме, Лена. Там же не в сумме. Надо всем дать по бухгалтеру. Тогда не будут переработать. Бухгалтеров не хватает, так же, как директоров отделений. Нету бухгалтеров. Директоров отделений у нас в рот проделают. Ну да, а бухгалтеров нету. Вообще нету нормальных. Ну, с улицы братьевые, то есть, 4 месяца. То есть, надо по-любому выращивать. Пусть они 3 месяца стажироваться, и по-своему. Мы должны стажироваться на отделениях, где идёт работа. Да, стажироваться на работа, где будет они. Вот у меня есть данные по средневному документообороту для каждого отделения. Там все цифры есть. Если в аграрном, за день, в среднем, 90 платежей идёт, правильно? Сколько вам нужно бухгалтера? У меня 2. У вас 2 постоянно работают? У меня режим другой, меня нельзя брать, например. У меня с 9 до 6. То есть, там переработки не получать? Ну, отлично. А вот центрально, посмотри на вас. Вот, рождение. Где? Я не вижу. Центрально. 106. Днепровская, вот 106? Да, вы берёте одни платежи, а другие, вы же не берёте. Вестерн, Сипи, ПОС и всё. Это там все документы. Вы же длины показали. Нет. Это все документы. Нет. Это не все документы. Есть все документы или только платежи. О контроле, отправке коммунальных платежей, о сверке кассы, которые они делают. Это же тоже надо брать. Ну, это же тоже время. Там все документы? Нет. Что, что, через Аперу проходит? Оно у них есть. Да. А то, что он делает двойно, тройнём экземпляр эти документы. То же самое депозитный документ. Смотри, ну, сколько она центральная. Значит, тогда если всё проводит, значит, что надо. Ну, всё, значит, все документы. Да, значит, 14 тысяч. Иди сюда, на счёты идти. Вот, отчёты, может быть. Да, я не могу, что лжавку на вас. Ты вообще-таки был, говорит. Тогда не надо на меня. Да, что не надо на вас. На меня не надо, да. У кого очередь? Так, давайте сделаем так. Смотрите, раз вам нравится мучить своих галтеров, у меня времени на это нет. Значит, я ввожу, не надо на меня служебку изменить приказ, да. Сразу автоматом вводится, не надо служебки. Если хотите решить этот вопрос, будете без бухгалтеров до тех пор, пока не инициируете встречу с одним из замысленных председателей управления. И здесь страдаете, пока вы инструкцию не разводитесь. И то же самое нам надо сделать по печати. Значит, по печати ничего не решили. По печати было такое предложение. Да. По печати было такое предложение, чтобы сделать бухгалтерам, которые находятся на отделении, вторую печать, которая будет действительно только для депозитных договоров, договоров на сдачу индивидуальных сейфов, ну вот на те пять операций, которые исключительно только на эти пять операций. Тогда у нас не будет проблемы, директор не должен оставлять свою печать, которую можно поставить на всех остальных документах. Плюс у нас не будет проблемы, там, передал, не передал. Ну хорошо, готовьте тогда приказ. Не доверяйте. Не доверяйте. Тогда я согласен, готовьте приказ или инструкцию. А может быть, что? Конечно. Запишите, что я говорю. Для договоров на сдачу. Пусть Игорь Валерьевич подготовит приказ или инструкцию. Плюс в этом приказе на каждого, кому вы печать хотите дать, вам придется написать представление. Ну, директорам отделения. Там дело в том, что бухгалтераж работает посменно, один и другой. То есть это нужно на обоих, потому что они же одновременно не будут. Нет, вот как раз бухгалтерами, то с тобой могут передавать. А право подписи? Это внутренняя доверенность. Я могу давать его всем. Почему бы нам эти две проблемы не объединить в основе? То есть у нас есть проблема, что нету замок. И есть проблема, что бухгалтер не имеет права ставить печаль. То есть получается, мы можем объединить, ввести должность бухгалтера, замдиректора. Соответственно, он будет работать по графику, который предложил Игорь Николаевич с 9 до 6 вещей. Это вот как у Татьяны Георгиевны, да? Я не знаю, как у Татьяны Георгиевны. Татьяна Георгиевна, как у вас? Ну, у меня, в печати, у меня действительно есть замок, мы с ней так спеть. А где мы возьмем этих замок? Ну, во-первых, возникает проблема, в чем? Возникает проблема, в чем? Может, если этот человек будет иметь? Да, у меня замок, да, у меня замок, да. Замы имеют контрольную подпись, а бухгалтер исполнительскую. Мы нарушаем все инструкции над банком. Нет, нет. Нельзя этого делать, понимаете? Татьяна Георгиевна, тут проблема в чем состоит? То есть, нам нужно вводить должность третьего бухгалтера, правильно? И в тот же момент нужно вводить должность зама. Вот, то есть, тот бухгалтер, который будет исполнять должность зама, он не будет... Он будет ввести определенный перечень работы бухгалтера, бухгалтерская. И часть работы будет не скидывать. Каждый бухгалтер имеет право подписи на конкретный вид документов, правильно? Так вы ему дадите подпись только подписывать депозитные договора, а у него два человека придет. И что он будет остальное время делать? Вы не можете так делать. Вы представляете, он будет сидеть замуж, да? Конечно. А ему нужна подпись исполнителя, нам нужен сейчас бухгалтер третий. Зачем? Ну, я не знаю, зачем тебе это делать. Хорошая вопрос. Понимаешь? Что люди у тебя работают до 11 вечера. Это ненормально. И все. Я ничего не понял, я не знаю, что мне дальше делать, и кто это будет решать. Парализованно. Леонид Михайлович, вам доложили ситуацию, которая вот сейчас с этими печатями? Ну, реально, вот сейчас мы будем доверенности бухгалтерам, какие-то движения. А что сейчас? Вот в чем у нас сейчас? Вот была, так сказать, был разработан определенный алгоритм. Ну, давно достаточно, полтора года назад. И был там, что печать ставят бухгалтер, ему остается на выходные. Потом директор подписывает внутренний экземпляр банка. Вот такая была разработана. Она может быть неправильная, но может быть с точки зрения посмотреть. То есть на это пусть юристы отработают, и мы посмотрим, какие риски в этой ситуации. Такая подпись же на договоре надо поставить при клиенте. Да, ну понимаешь, он ставил, получал бухгалтер, ставил подпись на договоре и ставил печать. Приходит умный клиент и говорит, покажите мне документ, на основании которого вы ставите бухгалтер. Я вообще считаю, что за, мы признаем, мы делаем доверенность. Это решаемо. Конечно. Нет, так-то за доверенность все-таки мы будем делать. Доверенность никому не нужна. По согласному гражданскому праву, если я признаю, вот случайно мимо проходил дворник и подписал депозитный договор, я его признаю, это не проблема. Ему доверенности не надо. Это глупость из доверенности. Вот скажите, сколько времени директор находится в отделении в течение дня? Скажите мне, пожалуйста. Я точно знаю, что у нас отделение без директоров, с утра до ночи. Потому что эти директора все находятся или в головном банке, или еще у этого. Я считаю, что не может отделение оставаться без хозяина. Что делать? Ну дальше что? Значит, у нас будет в город сельсам, и эти замы должны учиться суть точно так же, как директора, и обязательно этот зам. Ну тогда у нас проблема решена. Вот замы, да? Который будет сидеть на отделении, все ставить подпись и отвечать за работу отделения на протяжении дня. А потом мы... Жадание субботы-воскресенье мы уже как-то утрясем. Так это же тоже вопрос, который... Да, ну... Вот замы берем. Ну мы субботы-воскресенье утрясем. И замы берем. Да, у нас отделение находится на помещении кассира и бухгалтера в течение... Так, хорошо. У кого есть предложение по организационному решению этого вопроса? И по печати? Ну, имеется в виду по приказу, по инструкции. Как это сделать, чтобы вы быстрее ее... ну, подготовили? Алина Михайлович, можно я скажу еще? Значит, если сейчас печать находится у директора, бухгалтер печатает договор депозитный, у нас операция разделена. Один напечатал, печатает другого. То есть, как бы, ну, условно, войти в сговор сложнее. Один напечатал, второй поставил печать. И контролируется вопрос. Есть приходные кассовые документы. Если печать остается у бухгалтера, как бы, если это жура, то он взял и напечатал договор и поставил печать. И мы его будем всем признавать. Тоже вопрос. Да? Хоть это суббота, хоть это воскресенье. Он там свою подпись поставил. Ну, все. И завтра он уехал в Америку, а на имя Иванова написал на миллион долларов депозитный договор. А Иванов, его друг, и отдал договор. Через полгода. Вот приходит и говорит, а дай мне миллион. Там подпись подпись. Но он же деньги должен быть. То есть, если мы сейчас не сделаем подпись, то мы сейчас хотим передавать просто бухгалтеру. А проблема в том, что он не должен носить деньги. Это проблема. Да, а ему не надо подпишать документы. У него есть договор. У него ничего не надо. И скажет через полгода, дайте мне мой миллион. Серьезно. А у бухгалтер седачи сидит уже... Так же ситуация с директоратом. Нет, но директор у нас имеет доверие. Директор... Но директор не печатает договор. Почему? Он же печатает бухгалтер. А почему? А почему? Он может напечатать, что не печатает. Вообще-то у нас за бухгалтером печатает арм, один, второй, третий печатает. Печатать договор должен был. А не директор. Я могу напечатать. Ничего подпечатать. Бухгалтер может напечатать только документ кассовый, пожалуйста. Вот это бухгалтер. У него же программа, у бухгалтера программа депозитера. У бухгалтера у нас все программы, это однозначно. А вот правомощность это... А если мы все передаем на бухгалтер, у нас все будет не попало. И печать, и договор, и программа. У нас не будет контрольной фото. Должно быть два зама, которые один будет в среднем работать. И они будут меняться. И они постоянно будут на отделении, и они будут печатать. Наши клиенты, это курс-сервис. На договоре это не называет контрольной подписью. И есть директор, и зала. Когда есть директор, и зала может не быть. Контрольная подпись и служебный придет на кассовый документ. И один день выходной зам. Но не на договора. И не каждый день. И вот на этой же подпись, на кассовом документе будет как исполнительская. На договоре это просто как бы подпись. Нет, должно быть два зама. Вот это самое нормальное решение проблемы. Два зама, которые будут ответственны. И которые будут контролировать подписи. А консиольную внутренность? Которые будут контролировать все договора. Делись, на следующий раз. Видите, ну еще. Два зама. Бухгалтеры. Да нет, ну два зама это уже... Ну а как? Два зама еще? Двое решение проблемы. Два зама. Нет. А зачем еще один бухгалтер? Два зама и все. Два ответственных зама. А набирать кладежку? Да. Бухгалтеры? Ну там будут меняться. Один работает сегодня, второй работает там. Или подвальник. Или подвальник. Или подвальник. Но один должен быть всегда на деле. Вот рады вечера. Нет, как не. Ну так. Но есть еще одна идея, как бы, ну... Два зама сама. Не знаю, насколько она... Эту печать, о которой мы говорим, печать, сделать и ее закрепить за кассиром. В этом случае... Секундочку, Ольга Юрьевна, а можно это сказать? В этом случае что получается? Бухгалтер печатает договор. А кассир ставит печать на договоре только в том случае, когда он принял деньги. Опять мы разносим эту операцию. Пока он не принял деньги, он не поставит печать. А кроме депозитного договора, я же еще не... Ну хорошо, потому что он, даже если это ячейки депозитные, он должен комиссионные за 15 долларов. Он не поставит до тех пор печать, пока он не возьмет 15 долларов комиссионных за депозитную ячейку. И это отдельная печать, если... Договор... Чего у нас еще идет? Договор... Да, про счет указов. Нет, это порой не печать. Все равно, если он должен нести 10 долларов, ну, в эквиваленте, за то, что он открывает договор 26-20. 26-20. Текущий счет. Он должен. Пока он не внес комиссионные, все равно кассир не поставит эту печать. А если директор будет оставлять договоры с печатью, и они подключат по счету, а бухгалтер будет подписывать? Или не бухгалтер, а нам директор? Понимаешь, так это же... На депозитную ячейку нужно пустые листы оставлять, потому что там договор отпечатается на пустых листах. Если это имя, фамилия, и чистый лист, значит, надо внизу поставить подпись на пустых листах. А мы сейчас будем типовую форму делать, да? Ну, а сумму, а сумму, а сумму, а сумму, а бухгалтер пишет какую же почту. Какую почту, там, писал в депозитный договор, и то же самое. То есть та же проблема. Надо разнести операцию на два человека, чтобы один печатал и готовил документы, а второй ставил печатку. Либо два замок, которые будут работать в депозитном регионе, которые будут работать в депозитном регионе. Так один он же не может целый день работать каждый день, правильно? Да, ну, это правильно. Пока директор нету на директора, все время, все время, 70% от течения рабочего дня, он вечером приходит, читает свои электронные почты и пишет ответы на ваши вопросы. Ну, понедельник, значит? Опять же, я так понимаю, что это не директор, а директор один день не будет встречаться, будет прощаться у себя в отделении. Ну, какое я читаю? Я считаю, вот, я сказала, что зам, я хочу. Почему? Потому что мы растем, мы в любом случае растем, мы не туже работаем, мы каждый день работаем больше и лучше. И этот зам, если мы сегодня не взяли, он будет, он просто больше, чем директор, это зам. Потому что директор занимает исключительно кредитами. Значит, такое что, у нас замы везде есть, да? Нет, далеко не везде. Ну, буду, сейчас стажиров уже забрали, постоянно их набирают. Ну и что? Тогда директор должен работать. Ты как? Ты уходишь в 6 часов? Никто здесь не уходит в 6 часов, ничего страшного. Он же хочет быть директором. Подожди. Директор хочет получать процент от дохода, значит, он должен работать, а не уходить в 6 часов. А никто не уходит в 6 часов. Я говорю о том, что в режиме не укладывается, но не укладывается замы директора. Это невозможно. Замы директора обязательно должны быть. Это не должно касаться ни зама, ни директора, конечно. Это моё указывание. Нет директора должен зам иметь право подписи. Да, значит, у нас была одна проблема с платёжкой. Мы нашли решение, как платёжки контролировать? 4 квадрата. А есть уже? Контролёр, инструктор, вот контролёр. Это всё равно надо водить бухгалтера, я не бухгалтер. Пишет, по области, подпишет. Да, на них ничего не поняли. Нет, на бюро они сделали. Там уже совсем чуть-чуть осталось, они мне отдавали. Да, пока ушла в отпуск, плевало, наверное, на директора. Значит, мне срочно нужно запишите директора, которую она похоронила. Если у вас задание... Ну, я вам субботу приносил, 4 глаза, на Черского было расписано. Ну да, вы... Вы отложили, сказали, я приму решение. Тогда напомните мне немедленно об этом. Я не дохожусь. Значит, 4 глаза не решено? Нет, 4 глаза. Второе. При чате ставить на договора надо сделать тогда такое решение. Что один принимает договор, да, визирует. Ну, там, кто принимает договор? Бухгалтер принимает. Кассир должен поставить визу, обязательно запишите. Кассир должен поставить визу перед тем, как... При получении денег. Перед тем, как поставить печать. Сейчас, подождите. Перед тем, как поставить печать. Вот. И только после этого этот договор попадает к директору или его заместителю на подпись или на печать. А если нет ни директора, ни заместителя? Если нет ни директора, ни заместителя, такого быть не нужно. А в воскресенье, субботу? Ничего. Придет заместитель или директор. Полдня один, полдня один. Или водитель. Пока что везде немедленно ввести заместитель или нет коров. И вот эту процедуру мне бумажки изложить. Это очень важно. Иначе у нас беда будет. И вот-вот. Я не доказал. Четыре глаза все равно требуют присутствия бухгалтеров. Все равно. Бухгалтеров мы уже ввели. Но 63 платежки ввели. Я что предлагаю? Вести нужно старшего бухгалтера на правах заместителя. Уже есть один заместитель. То есть еще одного заместителя? Нет, нет. Ввести бухгалтера, один из бухгалтеров, старший на правах заместителя. И еще можно простого заместителя ввести. Тем самым выиграем эту должность, потому что человек совмещает и проработает. Понятно. Ну мы все. Бухгалтер не может не вмещать и даст. Нельзя. Определенные обязанности он совмещать может. Речь не идет о его подписи. Подумайте. Вы не спешите говорить нет. Да, все правильно. Вы не спешите. Подпись исполнительства. Да, он будет ввести обвешенности. И он постоянно будет на работе. И четыре глаза уже будут полностью ложиться на него. Я думаю, что штат надо немедленно увеличивать. Бухгалтеров вводить всем действительно придется нам. Никуда нам не деться. Ну а если они будут гулять? Пусть гуляют. Вести у нас беда. Вы не понимаете. У нас беда. Вообще уже сейчас беда. Сейчас похитят где-нибудь деньги и на этом все закончится. Вести везде бухгалтеров. Бухгалтера заместителя тогда действительно. И бухгалтера, ну это, и заместителя манжера. Не нужно бухгалтера заместителя. Старшего бухгалтера. Почему? Два заместителя. Два заместителя. Два заместителя. Одного бухгалтера. Одного нормального. И они будут иметь право подписи и печати, да? На договорах. В момент отсутствия телеком. Так а два зама мы можем говорить? Нет, ну один будет бухгалтером, а второй будет бухгалтером. Так а когда вы скажете, мы договорачиваемся по печати. Вести. Это не связано ни с добавлением, ничего. Один и дать представление всем, на кого они считают сделать, возможно, заместителем бухгалтером. Нормально. Так какой выход? Два заместителя? Два заместителя. Два заместителя менеджера. Я понял проблему, да. Два заместителя. Менеджера ли? Один менеджер. Один менеджер. Один менеджер. Хорошо, никогда не будет менеджера. Кто будет бухгалтер? Бухгалтер ставит печать на дебозитном договоре, да? Ты считаешь, что путаешь вещь? Будет менеджер. Будет менеджер, отличный заместитель. Тоже будет. Так, в смысле, теперь я хочу, ну мы решили. Значит, надо это в виде электронки быстрее достать, чтобы Копова там ничего не сделала, что нам делать, караул четырьмя глазами. Она никогда не способна ничего сделать, это надо не ей поручать. Кому нам поручать делать четыре глаза? Там вот что-то написано, мы фиксировали уже. Четыре глаза было. И где нам было? И инструкция уже есть. Есть. По поводу, как мотить, после какой суммы, все прочее. Да, но потому, что одно расписание не атрибулировано. Да, вот это одно расписание, но не атрибулировано. Господи, это немедленно, немедленно. Потому что будет беда, там ничего хорошего. Значит так. Об уходе за зелеными насаждениями, прилегающих территориально обособленных отделением банка территории. Мы говорили, что настоящий бизнес начинается всегда с вывески. Вот когда вы едете и видите, что вывеска хреновая, или буква отпала, это всегда плохой бизнес. И даже если там внутри хорошо, это только время. Потому что бизнес настоящий, это когда директор выглядит ухоженно и в чистой сорочке, вот, и от него не пахнет потом. Вот, как будто он трудился в поле и только что пришел, вот, на отделение. И туфли у него не в рези, вот, и сам он побрит, вот, и все остальное. А бизнес, это наша, ну, вывеска. Это у нас в одном отделении буква упала, и директор две недели согласовывает, в переписку вступил, как букву повесить. Этот отказывается вешать, и две недели в отделение, отделение без букв, без буквы одной. Вот, то есть, неправок получился, а там, ну, без одной центральной буквы, вот, и висит. И для него это нормально. У нас есть еще газонные клумбы. Значит, в южном отделении, это кто? О, попались мне, да. Газон и клумба в нормальном состоянии, молодец. Институтская. Ты не смейся. Засохла трава на газоне, засыхают цветы на клумбе. Кто за тебя поливает тебе? Где? Так меня поливают там каждый день с утра курьера. Да, я тоже спрашивала. Там открыто получают... На замечание в вашем указанном состоянии прилегающей территории курьер ссылается на нехватку времени. Значит так. Указать тебе, да? Еще раз... Выгнать курьера. Она хорошая. Да, и забыть. И взять любого дворника, и он будет поливать цветы, и хватит времени у него. А документы разносить по глазу? Да, плевать на это. Любого идиота с улицы возьмем за 150 долларов или за сколько, будет бегать. Да нет, ну мне просто приехать, Кроша. Лучше возьмите нашу задачу. Ты его спалил. Не поливает скотина цветы. Я за них деньги платил. А мне говорилось, что поливают. Да. Поливают, они просто сгорают на солнце. Мозги сгорают. Вместе с директором. За них платятся деньги всех, кто работает в банке. А курьер задрыбанный не находит времени, чтобы его... Это самое. Троещина нормальный газон. Виноградовская трава желтеет и сохнет. Чего она у вас страдает, трава? Я не хуйка. Она в нормальном состоянии сейчас. Желтеет и сохнет. Но ее так подстригли нашей усенкой или кто, погрузили корни ей. Да. Вот этой машинкой ели. О, новую выкорчивать. Новую посадить. Если выкорчивать, что там вообще останется? Нет, мне все равно. Никаких объяснений не принимаю. Берите, закатывайте рукава и траву сейте, если не можете написать служебку, чтобы они вам ее засеяли. Я при чем? Не, просто она уже... Не, ну просто она сохнет, желтеет, чахнет. Мне жалко траву и людей, которые вокруг ходят отделения и смотрят на это. Каждый день. Ничего не знаю. Немедленно траву воду. Все сделать нормально. Так. Значит, еще есть директор Соломинского отделения Рябинки. Есть? Есть. Да. Значит, что там пишет? Уважаемая Алина Степановна. Меня задрали уже Алину Степановну. Но уже не пишите. На меня, как на Алину Степановну. Можете писать ПСБ, или как-то меня называть там. Или вообще никак. Представитель его совета, правых с банка, госпожа Ивазова. Все. Но я не Алина Степановна. Это все. И меня уже, честно говоря, начинает от этого трусить. Ну, бред. Убедительно прошу разобраться в физической ситуации, возникшей при рассмотрении дела об открытии кредитной линии. На протяжении более месяца не решен вопрос. Две недели пролежало так. Ну, ясно. Бежит там, везде. Все. Причина тому, то, что они хотят дать товар в обороте. Как вы будете его охранять? Вот расскажите всем. Что это за товар? И как мы будем его охранять? Товар – это продукты питания. Да. То есть... Что за продукты питания? Это кетчуп, аджика, закатка различные, значит, сладкие товары. Вот как вы собираетесь принять этот товар? И как собираетесь его охранять? Ну, а как? Безопасность смотрела. Полные идиоты. ЗАО «Беспека» тоже смотрели. То же самое. Такие же, да. Ну, дальше так. Как вы. Нет ни ЗАО «Беспеки» никого. Понятно. Вы директор отделения, а там низкооплачиваемые клерки, которые ничего не соображают, безумные полностью. Они все возьмут охранять, они здесь, зарабатывать деньги бегом. Они же тут же заключат договор с заемщиком, и он нам будет платить по 100 гривен за охрану. Да? Они будут зарабатывать и ставят нас на лимон, потому что на самом деле там ничего не будет на складе. Не, ну так необходимо тогда решать им проблемы кадровые. Вам, мне с вами надо срочно решать кадровые проблемы. Рассказывайте, как вы собираетесь сохранить банку товар в обороте. Как мы примем? В конце дня? Вначале, в конце, принимайте товар. Вот я заемщик, принимайте у меня товар. У меня кетчуп, все это барахло лежит. Давайте, принимайте. Не, ну а как работники безопасности? Никак. Принимайте у меня товар. Вы выдаёте кредит, не я. Я выдаю. Давайте, поехали. Необходимо сделать пересчет. То есть указано в учете. Вы собираетесь пересчитывать его? Здесь товар этот, да? Ну как, если мы принимаем и пересчитываем. Вы пойдёте его пересчитывать или как? Ну а каким образом? Только таким образом можно. Ничего себе. И вы думаете, вы всё пересчитаете и переучёт сделаете? А переучёт разве директора отделения должен сделать? Если мы на данном этапе не можем выдавать такие кредиты, зачем тогда мы их выдаём? Присаживайтесь. Я вам объясню. Можем мы такой кредит выдавать или нет? Кто хочет высказать? Где он хранится, какие двери, какие подъезды? Ну да, он ничего не знает. Ну вы хотите выдать такой кредит, вы давайте расскажите. Я ещё не знаю, какой кредит. Вы в жизни такой кредит не выдаете. Я вас-то знаю хорошо. Вы не выдадите такой кредит. Кто хочет выдать такой кредит? Поехали. Есть желающие? Можно ли? Я бы проанализировал ситуацию по договорам самого заявщика. Сколько он работает, я бы проанализировал по накладным, сколько бы... Да, сколько работает по договорам, это не в договорах, а сколько он работает. Я бы в деменклатуре этого товара. Потом вычленил бы согласно актов приемной передачи или по накладным, но это можно по документам определить. Постоянную номенклатуру товара, которая находится у него в обороте. Да. И, скорее, из этого вычислил бы договора на поставку и на покупку... То есть вы бы взяли его документы, да? Да. По документам проверили. По документам у него на 850 тысяч гривен товара, да? Да. Дальше что вы делаете? Значит, дальше вычисляю так называемые, в другом году есть такие понятия, как неликвид, то есть тот товар, который... Ну, вычислили, вышло 850 тысяч. Значит, дальше что я делаю? Нет, 850 тысяч я не может выйти. Почему? Выйдет? Нет, ну вот... У него два раза больше. У него количество на складе может быть где-то порядка 50-60% это достаточно такого ликвидного товара. Все остальное, оно в зависимости от... Нет, ну мы же решили, что все ликвидное. Ну да. Все ликвидное? Да, все ликвидное. Хорошо. Значит, после того, как составляется данное такое маркетинговое исследование для себя, прежде всего, и делается такой анализ структурный... Да, ну маркетинговое ясно. Кто... Вот же высказывается человек. Сливочное... Ну вы давайте. Что дальше? Еще 10 наименований. Как нам взять их в залог? Документально все они на складе. Что дальше делать? Ну, я бы уже подошел с точки зрения того, что, конечно, пересчитать это практически нереально. Скажем так, эту полностью... эту номенклатуру. Ну хорошо. Мы нереально тогда вы в тупик зашли. Кто хочет сказать, как вы в этом увидите? Можно попробовать, чтобы банк стал посредником реализации этой продукции. Да. То есть заставить вас торговать маслом, печером. Нет, заставить торговать не маслом. А заставить этого человека, который реализует эту продукцию, передавать ему право все накладные на эту продукцию и приносить документы, которые он заключил с кем-то другого. Несет документы? Он ко мне приходит. Да. А как принять у него товар-то этот, проклятый? С приемом товара, в принципе, возникла сложность, но можно считать, допустим, тот склад, на котором он хранится, опечатать его в какой-то степени. Так что ж вы там опечатаете? Он вам скажет, что там было на миллиард товаров. Ну, кто хочет выдать кредит такой? Нужно запретить такие кредиты выдавать. Значит, есть вариант запретить выдать кредиты. Так вот, я вам скажу, интересно... Я бы просто овердрафт дал по этой кредитке, посмотрел бы по оборотам. Да, овердрафт. Овердрафт не тянет. Если бы он был овердрафт, он бы дал овердрафт. Не тянется. Не, но они пользуются овердрафтом. Ну, пользуются так. Они же что хотят? Они еще хотят. Кто хочет выдать такой кредит? Есть желающие? Мочение. Вот в чем проблема. Я выдам завтра. И все решаете вы лично. И вы, и все остальные. Мы выдавали такие кредиты. Но только для этого нужны фантазии, и нужно, чтобы мозги были, и логика, здравый смысл. Никакого здравого смысла я не услышал, и у вас тоже не услышал. Можно сколько угодно сверять документы, все будет. Мы принимали под залог товаров в обороте. На самом деле никаких товаров там не было, а были пустые ящики. В конце концов, он заложил этот товар в обороте в пяти банках и смылся. Вот и все. Самое главное, чтобы вы понимали, нерешаемых вопросов нет. Вы всего лишь должны предложить центральному банку вариант его решения. И мы типизировать все случаи по товарам в обороте, как выдавать кредит, не можем. Поэтому мы в основном кредит в обороте выдаем только в том случае, когда мы сталкиваемся с великим человеком, у которого есть мозги. И который езжает в ситуацию полностью. И может в служебной записке объяснить, под что же мы даем. Если под фуфло или под воображение какие-то. Не даем. Вот же у них и проблема. Авердрафт исчерпали, а им еще бабки нужны. Вот они находят дурака, извините за выражение. Бери товар в обороте. Где этот товар? Как его охранять? Второй вопрос. Он же портится этот товар. Кто проверит вообще? Он давным-давно уже сгнил? Кто будет нести ответственность? Вы или я буду нести ответственность, когда этот кемчик уже банка лопит? Ну он же постоянно меняется. Постоянно меняется. Так как же решить, чтобы он был всегда на 850 тысяч? Да в жизни не реши. Не реши. А я решу. У меня нет проблем с этим. Я выдавал. Если бы ко мне клиент пришел, я бы решил. Сложно. Потому что это не типичный случай. Поэтому мы в основном под залоги, под товар в обороте не даем. Только не под прожектером. А под людей, у которых железная логика. И которые могут объяснить 100% что этот товар мы действительно будем иметь. Вот. Во-первых, под товар, который портится, выдавать ничего нельзя. Потому что мы не можем проконтролировать его качество. И это первое. Во-вторых, когда товара много, и надо его все время выносить. То есть мы решали, например, как? Мы давали под Мальборо еще с тобой. Да? Мы давали. Какую сумму давали? Мы давали много. Мы давали 2 миллиона. Но мы посадили туда костюм. Да. Мы давали 2 миллиона долларов, да? Гривен. Гривен, да. Но тогда это были совсем другие деньги. Да. Это было чуть ли не миллион долларов. Давали. Но мы-то умные с ней. Мы взяли и посадили туда человека. Опечатали полностью склад. Милиционера. Это еще не нашего там охранника задрыбанного, который вообще ни хрена не соображает. Вон, выйдите, посмотрите на них. Они безумные. Вы что, ему поручите, чтобы он на миллион долларов вам товар охранял? Вот вам и все ваши предложения. А я, мы решили проблему. Потому что клиент достойный. Это как у вас. Давно работает. Компания официальный дистрибьютор Мальборо. Ну, что ему не дать? Тогда мы упьемлись только в наши мозги. А мозги у нас нормальные. Посадили в мента. Плюс разработали систему накладных. Запретили. Милиция несет ответственность за открытие склада. Но мы знаем, что он не каждый день туда ходит. Проблемы никакой нет. Нужно ему товар взять. Он к Татьяне Георгиевне подошел, она ему подписала. Он свою мальбу разобрал. Но бабки уже у нас на эту сумму. Потому что у него стало меньше. О, ну вы же до этого не надумаетесь никогда в жизни. А вы предлагаете кетчуп. Какой кетчуп? Кто будет его контролировать? Глупости повыше. Но, в принципе, можно доехать и до кетчупа. Это тоже как бы, ну... Но это вопрос гениальности того, кто этим занимается. Надо поехать на склад. Вот в этом совершенно правильном прав был господин Сень. Все эти документы, которые, как вы говорили, кроша ломаном они стоят. Они могут и без документов работать. А вот на склад правильно поехать. Посмотреть, как они хранятся. Не обязательно... Люди, если порядочные, мы верим, они вам показывают вот этот блок, этого, этот блок, этого, этот блок, этого. Тогда вы садитесь с этим человеком, если он заинтересован кредитом. И говорите ему простую вещь. Старик, тебе нужен кредит? Давай вместе думать, какие гарантии у нас, чтобы со складом было все нормально. И чтобы мы контролировали, сколько ты забираешь, и сколько ты привозишь, и как там контролировать качество. И он расскажет все. И как он каждый день возит, и какие магазины. И чтобы у него никогда ничего не залеживается. И представить какие-то документы. И тогда вы все это подробно описываете в служебке. И мы принимаем решение. Есть еще вариант. У меня вон завод Вулкан стоит, полно складов. И я говорю, загребай свой товар. Ну только он в Скоропортище не пойдет. И вези на мой склад. Или еще один вариант. Это же его склад. Мы его в жизни там не проконтролируем. Забирай товар, находим третью фирму, заключаем с ней договор, которая не его. Она под залог своего склада гарантирует нам выдачу этого товара. И она специалист именно, ну например, вот есть, я фантазирую, но я слышал, что есть рыбные холодильники. Ну примерно, да. Приходит нам фирма, которая хранит там на подлое рыбу. Да. И говорит, возьмите в оборуд. Рыбу брать, когда она там спукнет, никто, ну вот. А есть другой склад. Ну мы говорим, ну на твоем складе, как же, это все твое, там вся твоя храна, нас не пустят, там кто его знает, как оно будет. Тогда мы находим складка другой фирмы. Говорим, хочешь, это дополнительные затраты, перекладывай на другой склад. Ну я говорю, как бы, такие вещи. А если это водка, сигареты, телевизоры, холодильники, у нас есть свой завод, там своя храна, вот туда, пожалуйста. Это тогда товар в обороте. А так это фантазия. И все. Мы не можем выдать людей, поэтому вы уперлись в стену. А решать все должны директора отделения. Тогда у нас проблема, да, у нас появление специалистов. Да, и мы не даем поэтому. Но проблема, я вам рассказываю. Мы же теряем кредиты, нет, Ира. Ничего мы не теряем. Слава Богу, кредиты даем. Еще и как. Мы будем... Конечно, я рассказывал... Ой, Ира, а ты что? Я рассказывал всем директорам новым и старым, повторю, да. Мы имеем целый ряд емких очень сфер бизнеса, которые мы не можем кредитовать только потому, что я занят, да. А остальные не въезжают. Не могут пройтись по всей цепочке. Ну, не потому что они такие. Я таких государей не брал. Опыта нету, знаний нету. Ничего не понимаете. Нигде не проконсультировались. О, а если кого-то какая-то сфера заинтересует, вот господин Мазотов, да, въехал, нормально, только родился, да, а уже он идет в направлении, нарвался на клиента крупного газового трейдера, да. Еще раз придете ко мне, не позвоните. Вы чего здесь шатались по плану? Да тут ключей делали, не прикладывали. Не знаю. Это тоже проблема шататься тут по этому слову. И по моей приемной, это для всех касается, да, никогда, ни к кому, и друг к другу, не приходите. Это самый плохой вариант. Вот когда ко мне, меня особенно депутаты достают, но они, как в политике, все визуалаберные. Они вообще не понимают, что такое, ну, время, вот, и что такое этикет, да. Он приперся и хочет, чтобы я с ним разговаривал. И мой охранник начинает там говорить, да он умер, заболел, его нет, он умер. А куда мне с ним говорить? Между собой даже нельзя приезжать, припираться, просто, не говоря уже обо мне, да. Все-таки я и заслуженный юрист, и депутат двух созывов, и президент этого сам. Что ты ко мне в приемную идти? Я вчера вечером у вас там. Вечером, я сказал тебе, звони, то же самое говорили, ты сейчас говорили. И всем говорили. Никто не имеет права никому идти, пока не договорился, по времени. И в банке должны принимать по времени. Так вот он вторгся в тему, нормально. Вот он пытается нам 3 миллиона долларов выдать, компания имеет, оборот, там, 150 миллионов долларов. Время. Время, да? Время. Да. Чистое было. Я их знаю, давно работает, серьезная компания, но поскольку это овердрафт, а директора компании я знаю, он не серьезный человек, ну, я его знаю. Ну, как-то мне это страшновато, и большие бабки, там, 3 миллиона, давать не под что, вот. То, а он уже дал предложение дать под залог газа. Гениально. А где газ? И это решаемая проблема. И мы давали под залог газа. Не, мы не дали. А ну они нам подделали документ, да. Да. Причем как подделали, интересно, я сейчас расскажу. Но под залог газа решаемая тема. И я вам сегодня написал. Доедите до залога газа, ну, для этого придется. Найти человека в нефтегазе, проконсультироваться. Ну, это не обязательно человека. Вы с ними должны поговорить, какими документами они нам оформят залог газа. И это решаемая проблема. Как залог газа будет, сколько угодно бабок мы дадим. Но, мало того, что мы вашему клиенту дадим, мы прорвемся в новую сферу кредитования. То есть мы откроем, вот как, знаете, идешь-идешь, сундук с громадными бабками. Потому что, как только мы новую сферу, мы же сейчас лучше других, да. Но, тем не менее, мы там по верхам щиплем этих, то под квартиру, то под машину, то под всякую дрянь. Ну, там где по мелочевке, где мозгов особых, ну, и не надо. Хотя это тоже гениально. И она специально ездила в Москву, украла документы у банка под залог квартиры. Это отечная. Когда мы стали кредитовать. Это великая дева. Не, ну, я говорю о том, что мы их анализировали, дали по рискам, все эти самые. Но есть очень много сфер, до которых мы даже не дошли. Ни один банк, нормально, сегодня не дает под товары в обороте. Но товары в обороте могут быть разные. То есть, если вы столкнулись с темой, где вы чувствуете, можно выдать. На склад завести, там еще что-то. Все. Мы ее описываем, ставим памятник тому, кто это сделал. Ну, и даем рекламу. Кредитуем под товары в обороте. Мы уже даем это. Кого? Рекламу. Ну, это мы как бы шутим. Давно уже. Не, ну, мы даем. Все равно даем. Даем. Ну, только это разовые случаи, не описанная инструкция. А если вы доедете до гарантии, по действительности, нефтегаз может дать нам гарантию за них. Ну, за эту компанию, что газ есть. И он наш. И все. А нефтегаз всегда платят. Всегда платят. Да. Там сумасшедшая правда. Ну, я пойду туда тогда сам, договорюсь. Ну, то есть, вы как бы в начале большого пути. Но, если вы нам такой клондайк откроете, вам цены нет. Вы в историю банка войдете, в историю Украины, банковской системы. Ну, это как бы крупный проект. Но на самом деле очень много всяких сфер небольших, которые мы как бы так, мимо проходим, бабки лежат. А, простите, давайте, мочи не хватает. Ну, это как бы мочи. Да. Мочи. 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 Это такое есть русское слово. Мочи. Хотеть, значит, мочи. Мочи, это я прифразиваю. Так, теперь где директора этого печенского отделения? Он же в отпуске, да. Вот что мне с ним делать? Спер у него директор этот самый, этот, кассир 1800 Deutsche Mark. Как что? Ну, не спер. Ну, его обманули. Он там два дня или сколько сидел и никому ничего не говорил. Вот. Мы везде писали распоряжение. Всем проводить проверку. Я вам говорил, что у кого сопрут, выгоню. Говорил или не говорил? Не говорил. Говорил. И тебя выгоню, если сопрут. Что сопрут? Бабки из сейфа. С какого?